МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотри, думай, анализируй. В эфире программа «Точка зрения» мы начинаем. Региональное развитие по-настоящему стратегическое направление для любого государства. Речь об эффективной работе производства и инвестпроектов, активном строительстве и высокой заработной плате. Сильные регионы, надежная опора экономики страны, а еще возможность для достойной жизни каждого из нас. Об этом и не только. Сегодня, в ближайшие 40 минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, гости программы. Заместитель председателя Комитета экономики Гомельского облсполкома Михаил Икунец. Михаил Николаевич, добрый день. Добрый. Первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облсполкома Сергей Отрожков. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Заместитель председателя Мозорского райисполкома Дмитрий Миллер. Дмитрий Владимирович, спасибо, что приехали. А также заместитель генерального директора открытого акционерного общества, управляющая компанией холдинга «Гомельская мясомолочная компания» Андрей Зюнуков. Андрей Казимирович, и снова здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня мы говорим о региональном развитии как по-настоящему стратегическому направлению государственной политики. Михаил Николаевич, а что те самые районы дают экономике области? Прежде чем перейти к районам, хочу охарактеризовать нашу область. По территориальному признаку наша область среди других областей имеет наибольшую площадь. На нашей территории проживает почти 1 миллион 400 тысяч жителей. Вклад нашей экономики в страну это более 12%. Если говорить о крупных территориях, это с численностью населения более 80 тысяч, такие как Мозырь, Жлобин, Светлогорск, то здесь развиты металлургия, нефтепереработка, машиностроение. Есть средние территории от 30 до 80 тысяч. Это Рогачевский, Калинковичский и Житковичский район. Здесь больше развита переработка мясокомбинаты и молочные заводы. И есть территории с численностью населения до 30 тысяч. Здесь в основном сельское хозяйство имеет свой потенциал, который, кстати, обеспечивает продовольственную безопасность нашего населения. И лесное хозяйство, и переработка этого сырья. Хочу отметить, что потенциал малых районов, он в основном нацелен на переработку местных ресурсов. Мы все знаем, что наша область, к счастью, не обделена природными ресурсами, поэтому здесь у нас потенциал огромный. Вот, исходя из этой специализации, для нас вклад каждого региона в своей сфере очень важен. В этой связи буквально тезисно, какие направления уже традиционно эффективно развиваем, а по каким все-таки экономика проседает из года в год. Экономика нашего региона, она многопрофильная. У нас практически все виды деятельности экономической присутствуют на нашей территории. Поэтому сбалансированность этих производств, сферы услуг и дает нам ежегодный результат. Если смотреть по итогам предыдущего года, то наибольший вклад, я сейчас в процентах к воловому региональному продукту назову, порядка 40% это промышленное производство, чуть более 11% это сельское хозяйство, 7,5% строительство, 8% транспортное, 7% торговля и так далее. А вот интересно, как пандемия сумела повлиять на общую картину, она ведь точно повлияла на все сферы без исключения. Андрей Казимирович, сумели ли мы удержать рынки? Это было непросто. Ну фееричный, конечно, 2020 год, и мы еще будем долго... Так его еще никто не называл, это с любовью. Мы его еще будем долго переживать, он от нас не хочет в плане экономики уходить. Мы пережили сначала неоткрытие китайского рынка после их нового года. Потом мы начали переживать, как сваливаются крупнейшие игроки, с которыми мы конкурируем, это Европа, Америка, переживать это. Цены падали в разы. В некоторых локальных рынках они уходили близко к нолю. Потом мы начали ощущать коллапс логистический, когда невозврат контейнеров с одного на второй рынок пошел. Мы до сих пор до конца еще все это не сделали, но наши предприятия очень достойно пережили этот год. Это в том числе с учетом политики государства, когда мы не закрывались на один день даже в первую волну пандемии? Это помогло экономике? Вы знаете, Александр, наверное, этот вопрос все-таки не к нам, потому что коровы доятся без выходных каждый день. Мы обязаны его переработать. Скот растет, поэтому мы не могли закрыться в любом случае. Коровы доятся, скот растет, но ведь если бы закрылись хотя бы на неделю, на две, наверное, и здесь пришлось бы сделать паузу и терпеть определенные риски. Было такое, было на некоторых рынках мировых. В Европе это были факты, в Америке были факты, когда из-за проблем болезней в цепочке поставок не могли забрать сырье с ферм, либо доставить на заводы, либо заводы массово закрывались из-за вспышек. Ну, еще раз хочется сказать благодарность нашим предприятиям. Мы очень достойно сработали прошлый год. В экспорте больше 400 миллионов долларов. Это близко к 115% к благополучному 2019 году. Что, безусловно, и в интересах государственных, и в интересах каждого жителя, каждого сотрудника любого из предприятий. Ведь это тоже важно. Да, я дополню здесь Андрея Казимировича, не только мясомолочная компания, мясомолочная отрасль. У нас в целом в области не закрылось ни одно предприятие, в отличие от некоторых наших соседних даже стран. И это, конечно, повлияло на скорейшее восстановление нашей экономики. Конечно, просчитать экономический урон, экономический ущерб очень трудно. Но если взять, допустим, отдельно второй квартал, то где-то 2,5% мы потеряли по воловому региональному продукту. Но уже с третьего квартала, третий и четвертый, если брать отдельно эти кварталы, то у нас уже была положительная динамика. И это позволило экономике нашей области не просесть. Не просесть в целом и заработать те средства и пополнить бюджет. Потому что бюджетные обязательства нужно выполнять. Есть социальная сфера. И надо сказать, что мы обеспечили все свои социальные гарантии в полном объеме. Андрей Академирович, снова к вам. В век высоких технологий, казалось бы, что может быть проще, уж простите, молока и мясо. И в то же время статистика как повод задуматься и обсудить, насколько я знаю, более 50% продукции региона в этом сегменте идет на экспорт. Или я ошибаюсь? Михаил Николаевич сказал о продовольственной безопасности. Продовольственную безопасность мы обеспечили еще 10 лет назад, а может и больше. Сейчас мы один из основных мировых игроков на рынке молочных продуктов, то есть всего мира. Мы достойные пятерки. По некоторым продуктам мы третий. Это экспортеры. Третий в мире. В мире экспортеры сыров. Также в пятерки мы по сухим молочным продуктам, по маслу сливочному. С нами считаются. Поэтому здесь мы уже в топах. По мясной продукции мы в десятке. По самым экспортно-ориентирам нашим показателям мы в десятке мировых экспортеров мясопродукции. Неужели наше мясо и молоко действительно востребовано в Турции, Эмиратах, США? Список можно продолжать. Но в мире профицит. Сырья были бы денежки. Это не в удовольствие нас покупает. Это в очень жесткой конкурентной борьбе во всем мире. Мы работали в 30 странах мира в 2020 году. 29 это стабильных стран. Это самые крупные кластеры, которые импортируют продукцию. Это богатые нефтяники. Это там, где совсем благополучно с экологией. Это там, где нет такой культуры и массовости производства. Это Северная Африка, Ближний Восток, страны Персидского залива очень богатые. Азия. Ну, Китай – это отдельное вообще направление нашей работы. Поэтому мы… То есть, другими словами, вот эти бренды сделаны в Беларуси, сделаны на Гомельчане. Все, что равно качество. Они уже сегодня играют даже в кризисное время на нашу экономику. Это своеобразные бонусы. Вы знаете, наверное, да, есть. Есть такой бренд страновой, есть бренд региональный. Главный нарратив этого бренда – это качество. Но на каждом рынке нас немножко по-разному воспринимают. Допустим, в Юго-Восточной Азии – это европейское качество. То есть, Беларусь – Европа – качество. На рынке Ближнего Востока – близко то же самое. Экология, экологичность. Очень много озер, зелени. Вот так воспринимают. Тоже хорошие продукты. На близких рынках Беларусь – качество ГОСТ. То есть, традиции, которые не нарушены, а только эволюционировали. Дмитрий Владимирович, буквально коротко в тему о работе в этом направлении предприятий Мозырского района. А сильных компаний у вас немало. Это и Мозыр Соль, который по итогам 2020 года на экспорт отгрузил продукции на 40 миллионов долларов. Это и швейная фабрика Надекс, сорочки мужские и женские блузы, которые поставляются и в Российскую Федерацию, и в Германию, и в Прибалтику. За 2020 год на 4 миллиона долларов они отгрузили продукции. Также и строительная отрасль не стоит в стороне. Домостроительный комбинат, производя панели в городе Мозыре, активно строит не только на территории Гомельской области, но и в городе Минске, Минском районе, Смоленской области и Курске. На сегодняшний день заключен контракт на строительство 100 квартирного дома в городе Курчата в Курской области. Да, конечно, приходится проделать огромное расстояние в тысячи километров для того, чтобы заработать деньги. Но на это сегодня идем, намеренно идем для того, чтобы дать возможность заработать людям. Михаил Николаевич, вы уже говорили, вклад агросектора в экономику региона чуть более 11%. Это сельское хозяйство, плюс еще есть переработка нашей мясо-молочной продукции и комбинаты хлебопродуктов. Если взять суммарно, то это порядка 14-15%. Это много или мало? Вы знаете, учитывая, что у нас область с очень высоким промышленным уровнем, скажу, что объем промышленного производства самый большой в стране у нас. Поэтому на фоне объемов, которые формирует промышленный комплекс, это достаточно уверенная позиция. Андрей Казимирович, и вот еще важное дополнение в тему, как понимаю, задача, наверное, для всех предприятий вашей отрасли, да и не только, не просто произвести сырье. И вот очень важно, почему так, да, а как можно более детально переработать и эффективно продать. В этом тоже секрет экономического роста. Вы знаете, акцент очень правильный, потому что мы ограничены именно сырьем. Есть предприятия, которые ограничены емкостью рынка. Мы ограничены сырьевой составляющей, поэтому мы знаем, мы могли бы больше продать. Реально, по тем товаропроводящим сетям, по тем контрактам, по тем рынкам сбыта. Но мы ограничены сырьем. Вот у нас есть литр молока, условно, да. И первая мысль, во что его переработать. И второе, куда его продать на экспортные рынки, потому что реальность такова. Что более 70% по таким товарным позициям, как сыворотка сухая, молочная консервы, местные консервы, масло сливочное, сухое молоко, мы экспортируем. Поэтому что сделать и куда продать? Митрий Владимирович, в этом плане есть как минимум два уникальных предприятия, которые я бы назвал феноменом на сегодняшний день. Заря, крыничная. И одно и второе, успешное производство. И здесь, как понимаю, не только, опять же, государственный интерес, но и, возвращаясь к теме программы, это еще и возможность для того, чтобы сделать уровень жизни населения в регионах более высоким. Конечно, эти два сельхозпредприятия, помимо производства сельхозпродукции, еще занимаются и переработкой произведенной продукции. А совхозкомбинат Заря еще и реализует произведенную продукцию через собственную торговую сеть. Это позволило совхозу комбинату Заря по итогам 2020 года выплачивать своим работникам заработную плату среднюю в размере 1510 рублей. А экспериментальная база, крыничная, помимо широкой линейки сельхозпродукции, еще и специализируется на производстве и реализации семян. На кукурузно-калибровочном заводе экспериментальная база, крыничная, ежегодно производит от 9,5 до 11 тысяч тонн семян кукурузы и реализует. Каждый второй початок в Белоруссии как раз-таки родом из Мозырского района. Совершенно верно. И это позволило предприятию выплачивать своим работникам в 2020 году среднюю зарплату в размере 1237 рублей. Михаил Николаевич, про сильные районы сказано немало, а как быть остальным? Небольшие населенные пункты, где нет предприятий гигантов, известных на территории страны и даже мира. Надежда на инвестиции внутренние и внешние? Знаете, Александр, мы не питаем надежды. У нас уже сформирован план развития как Гомельской области, так и каждого региона. В ближайшей перспективе это 2021 год. Он уже разработан. Там сформирован перечень инвестиционных мероприятий. Основных в областном плане их более 90. Объем средств, и он уже распределен по источникам, более 4 миллиардов рублей. И эти инвестиционные мероприятия запланированы без исключения в каждом регионе. Одним из приоритетов программы текущей пятилетки Республики Беларусь являются сильные регионы. Наша задача в текущем году для области создать один крупный проект. И в каждом регионе один-два средних производственных объекта. Даже в небольших населенных пунктах, в небольших райцентрах. Совершенно верно. В каждом районном центре. Это будет либо районный центр, либо возле него. Но один-два производственных объекта должны быть. И скажу, что уже на сегодняшний день этот перечень состоит из 111 объектов. Но он ежегодно будет дополняться. С учетом возможностей и наших внутренних, и интереса инвесторов зарубежных. Вот сейчас вместе со зрителем Беларусь4 предлагаю виртуальное путешествие совершить по области. По наиболее масштабным инвестпроектам на финишной прямой, которая сейчас находится. Отправимся в Светлогорск. Целлюлоза-картунный комбинат. На какой стадии развития этот инвестпроект по-настоящему серьезными вложениями? Первый этап этого проекта был введен в эксплуатацию в январе прошлого года. И целый год мы уже получали готовую продукцию. Это беленая целлюлоза. Буквально в декабре 2020 года произведен выпуск второго продукта. Это второй этап этого завода. Это вискозная целлюлоза. То есть уже полностью цикл на этом предприятии запущен. Скажу один пример, который, по моему мнению, эффективность показывает производство данной продукции. Более 80% выпущенной продукции этой целлюлозы продается за границу. Об этом не так много сейчас информации. Но знаю, что в ближайшее время Светлогорский район ждет еще один крупный инвестпроект, связанный все с тем же ЦКК. Конечно, мы здесь говорили по углубленной переработке сырья. Целлюлоза – это уже есть переработка сырья нашей древесины. Но у нас в планах... Копнуть еще глубже. Копнуть еще глубже, да. Да, Александр, поэтому мысли есть, есть планы на текущую пятилетку больше переработать целлюлозы и получить продукт с более высокой добавленной стоимостью. А это и рабочие места, и прибыль предприятий. Вы пока так достаточно обтекаемо отвечаете, боитесь спугнуть или конкурентов? Нет, конкурентов мы не боимся, но прорабатывается от проектно-сметной документации до источников финансирования. Когда есть подтвержденный источник финансирования, можно со смелостью сказать, что проект будет. Пока этот вопрос прорабатывается, и я думаю, что он не за горами. Двигаемся дальше. Дубровский картонный. Еще одно предприятие, для которого государство в последние несколько лет сделало сверхмного. Как сейчас ситуация там? Проект по Дубровской фабрике состоит из семи частей. Три объекта были уже введены и приняты. Четыре сейчас находятся на стадии приемки. И выпуск продукции по планам уже не за горами. В мае месяце мы планируем оттуда получить первую продукцию. Еще один замечательный пример, когда грамотно вложенные инвестиции дают толчок к развитию даже не одного населенного пункта, а целого кластера. А я сейчас про Петриков и окрестности. Я сейчас про второе по увеличению месторождения калийной соли в Беларуси, которая годами дожидалась нашего внимания. Как сейчас обстоит ситуация в Петриковском ГОКе? ГОК – это действительно масштабный проект. Он масштабный проект как для самого района, для области и для страны в целом. Ведь запасов, которые сегодня есть, хватит более чем на сто лет с сегодняшними объемами добычи. Мы не то что надеемся, мы уверены, что это даст толчок к развитию в целом Петриковского района. Это уже сегодня видно, если приехать в Петриков пять лет назад и сейчас, это совершенно разное населенное пункт. Это же получается город, еще один город в районе, если вы были на объекте, видели масштабы этого строительства. Это и новые рабочие места, это не одна сотня новых рабочих мест, поэтому… Второй Солигорск получим? Где-то так, Александр, где-то так. Действительно хорошо, когда новое предприятие и новое оборудование. Как быть тому огромному количеству заводов и фабрик с вековой историей? Это ведь проблема? Абсолютно нет. Вековая история – это история. А если брать наши предприятия, то это очень современное, модернизированное, технологичное, высокотехнологичное предприятие с классными коллективами, с очень сильной командой технологической и технической. Поэтому здесь эта история, эта традиция… Везде проблема модернизации решена, да? Нет, нет. Проблема модернизации не может быть решена, она может быть решена в моменте, но в динамике этого нет. И как только ты остановился, тебя съели конкуренты. Поэтому если ты идешь планомерно, развиваясь, тогда ты в рынке, тогда ты на коне. Если как только ты остановился, зазнался или подумал, что все достиг, тебя тут же подъели, а потом съели и забыл, рынок тебя забудет мгновенно. Какие резервы в этой связи видите для отрасля? А вы сами поднимали. Глубина переработки. Есть три задачи, которые необходимо решать, чтобы максимально получать прибыль для предприятия. Первая прибыль для предприятия – это зарплаты, это налоги и так далее. Это углубление переработки, максимальный уход от биржевых товаров, фасованные, вот то, что на полочке. Лучший пример – это пример калинковического молочного, который умудряется фасованное сухое молоко в Китай продавать по цене в два раза выше рыночной. Ну, вот как один из примеров. Вторая основная задача, которую необходимо решать – это сокращение логистических затрат. То есть максимально поиск портов логистических. Логистика подорожала в 2020 году из-за проблем с контейнерами, из-за проблем с моторным топливом на больших, вот, при морских перевозках ужесточилось, соответственно, стало дороже. И третье – это сокращение пути до наших покупателей, до нас с вами, то есть до таких же, только в другой стране, которые платят не белорусскими рублями, а долларами, евро, иенами, ну, чем-то платят. Вот это главная цель, как нему сократить путь, сократить максимально посреднические звенья. Двигаемся дальше. Сергей Николаевич, подключайтесь к разговору. В регионе принята обновленная инвестиционная программа. Чтобы было зрителям более понятно, что она из себя представляет. Да, 15 февраля решением сессии областного совета депутатов была утверждена инвестиционная программа Гомельской области на 2021 год. Данная программа представляет собой ряд отраслей, такие отрасли, значит, как жилищно-коммунальное хозяйство, как строительство, как отрасли здравоохранения, как отрасли, значит, спорт, культура, значит, сельское хозяйство и мелиорация. Другими словами, это план действий органов власти и заинтересованных служб, на что будем тратить деньги в 2021-м? Да, конечно, конечно. И в совокупности эта программа собой представляет порядка где-то 87 объектов. Большая часть связана с социальной сферой? Безусловно, как я ранее сказал, значит, данная инвестиционная программа включает в себя в первую очередь социальные объекты, объекты жилищно-коммунального хозяйства и строительные объекты. Если брать в процентном соотношении, то это где-то получается 80% от всей стоимости от инвестиционной программы. Если разделить по категориям, то где-то получается порядка 25% это объекты жилищно-коммунального хозяйства, а остальное именно это социальная сфера. Дальше больше деталей. В 2020-м на эти цели было выделено на 10 миллионов рублей, если не ошибаюсь, больше. Вот чтобы предметно говорили, на что потратили средства? Ну, все мы с вами помним знаковое событие 2020-го года. Это открытие с участием главы государства поликлиники в 17-м микрорайоне. Также было тоже с участием главы государства открытие мемориального комплекса «АЛАМ», которое было включено в рамки инвестиционной программы, но было построено за счет средств именно субботника областного республиканского. Вот, значит, школа в 90-м в 21-м микрорайоне, значит, реконструкция здания под Краеведческий музей в городе Жлобине, ну и ряд тоже значимых объектов. Реконструкция здания под Краеведческий музей, Мозыре тоже достался подарок, хороший долгожданный театр. 2020-й год для Мозыря знаковый, такой реконструкции масштабной в городе не было более 10 лет. 222 объекта в течение 2020-го года были капитально отремонтированы, либо текущим ремонтом приведены современные нормы. Из знаковых это Мозырский драмтеатр, это достроена спасательная станция «Освод», находящаяся в городском парке. Завершена реконструкция старейшего учреждения образования города Мозыря 1904 года постройки Дом детского творчества по улице Ленинской, который сохранил свою уникальную архитектуру и приобрел современные внутренние дизайны, современную студию звукозаписей, хореографические залы, мастерские, керамики. Также еще один серьезный объект, который мы начали строить в сентябре 2020 года и планируем ввести в эксплуатацию в марте текущего года, это детский сад на 330 мест в микрорайоне новой застройки города Мозыря. Ну и улицы города Мозыря. Те, кто побывал в городе за последние два месяца, я думаю, были приятно удивлены. Улица Советская, площадь Ленина, улица Ульяновская, Рыжково, они стали современными четырехполосными магистралями, с тротуарами, оборудованными по всем нормам безопасности. На этих улицах заменены все инженерные коммуникации. Проведен капитальный ремонт бульвара Страканицкий. Создана детская зона отдыха, пешеходные зоны. Восстановлен в современном дизайне фонтан. Говоря про благоустройство, насколько удалось уйти с центральных улиц и не обделить вниманием небольшие, в том числе дворовые территории? Вы знаете, эта программа была сформирована таким образом, что 50% ушло на центральные улицы, средства 50% именно на дворовые территории. На 25 многоэтажных домах был проведен капитальный ремонт с вводом в эксплуатацию общей площади. 38 многоэтажных домов отремонтирован фасад. 14 дворовых территорий проведен капитальный ремонт на сумму 3 миллиона рублей. Сделаны нормальные проезды, устройства парковок, детские зоны, игровые площадки, омоложение зеленых насаждений. Прямо сейчас предлагаю посмотреть материал со строительных площадок Гумеля. Внимание на экран. Сегодня у нас в районе 4 часов детонирования и планируем дальше ремонтаж палубки. Так, людей на данный момент хватает на сегодня, так? Людей на данный момент хватает, мы находимся в графике. На сверку бумажного проекта с офлайн возведением, несколько минут и снова к делу. На этой площадке строители круглые сутки возводят важный для Гумеля социальный объект корпус больницы скорой медицинской помощи. Проект реализуют в несколько этапов. Сначала снесли старые постройки, вырыли котлован, на очереди фундамент. Технический проект не самый простой. Задача провести новые инженерные коммуникации, газопровод, теплотрассу, водопровод и напорные коллекторы. Все это в сжатый срок. Работают около сотни специалистов. Здесь вырастут стены и лестничные перекрытия. Корпус будет четырехэтажным. На новых площадях появится приемно-диагностическое отделение. По соседству урология, анестезиология и реанимация. Наполнение – современный операционный блок и новейшая техника. Компьютерный томограф, МРТ, литотриптер. Медицинское оборудование будет поставлено за счет средств местного бюджета и частично за счет средств Министерства здравоохранения, с которыми мы плотно работаем. Мотор спецтехники не смолкает и на строительной площадке в Новобелице. Здесь возводят новую школу. Для молодого микрорайона это как раз кстати. Проектировщики обещают рингофонные кабинеты, безбарьерную среду и даже кинофотолабораторию. Проекты для региона уникальны и не менее сложны. С учетом разного качества почв, проектировщикам пришлось смиксовать ленточный и свайный фундамент. Работы в ближайшее время будут уже организованы так же, как и на больнице скорой медицинской помощи. В круглосуточном режиме будем добавлять больше людей, чтобы сделать очередной подарок городу. Сергей Николаевич, возвращаясь к этому году, как понимаю, можем освоить порядка 75 миллионов рублей. На чем сконцентрируется область в 2021? В первую очередь это будут направлены финансовые средства на начатые объекты уже в 2020 году. Это такие объекты, как школа в 96 микрорайоне. Это реконструкция оперблока по улице Ильича в городе Гомеле. В 104 микрорайоне там встроенное помещение под детскую поликлинику. Ну и наше БСМП, которое вот только что мы посмотрели репортаж. Это стереотипное мнение, что большая часть средств уходит на областной центр. Регионы обделены вниманием не будут? Ни в коем случае. Самое именование инвестиционной программы Гомельской области, она включает в себя и регионы. И все регионы Гомельской области. И я хочу сказать, что даже, наверное, большее количество объектов, которые будут именно в регионах Гомельской области, это такие объекты, как памятник архитектуре 18 века в населенном пункте Юрьевича Калинковичского района. Это как в Светлогорске, получается, продолжение строительства. Там на сегодняшний день запланирована окончательная корректировка проектно-сметной документации. И если будет финансирование, то и Ледовый дворец именно в городе Светлогорск. Значит, в городе Жлобин. Тоже объект, который начинался ранее по распоряжению главы государства. И сегодня он тоже в этот год запланирован будет продолжаться. Это название объекта расширения физкультурно-здравительного центра в городе Жлобин. Там, получается, идет тренировочная ледовая площадка. На целях военно-исторического комплекса будет партизанская краничка. Это тоже будет, значит, в Гомельском районе. Ну и ряд других объектов, которые традиционно строятся ежегодно. Это объекты жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, мелиорация. В продолжение разговора о Мозырьском районе отмечу, что в 2019-2020 годах там реализовывалась программа ускоренного развития. Город Мозырь попал в перечень городов, у которых численность более 80 тысяч. Таких у нас в республике 11. И в каждом из них реализовывалась соответствующая программа. Объем средств, который был вложен в этот двухлетний период на развитие промышленного потенциала, строительного комплекса и всей социальной сферы, приводили немало примеров объектов социальной инфраструктуры, более 1 миллиарда рублей. И действительно, я думаю, что кто был в Мозыре в последние несколько лет, ловил себя на мысль, что, проезжая по некоторым улицам, совершенно сложно найти отличия от областного центра. Действительно, город поменялся? Как обстоит ситуация с темпами возведения жилья? В 2020 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 60 тысяч 200 метров квадратных жилых домов. Это 24 тысячи метров квадратных индивидуальных жилых домов, которые люди строили хозяйственным способом за счет собственных средств, и 36 тысяч многоквартирных жилых домов. Как правило, порядка 35% застройщиков строили квартиры с учетом господдержки в рамках указа номер 13 и указа номер 240 президента Республики Беларусь, а 65% граждан строили квартиры за счет собственных средств и кредитов банка на общих основаниях. Возведение жилья напрямую связано с доходами населения. Как в этом плане область по темпам роста выглядит на фоне других регионов? Хотелось бы сказать в целом, в принципе, все регионы в республике выполнили доведенное задание за исключением Витебской области. Что касается, значит, Гомельской области, то в прошлом году было выполнено 494 тысячи метров квадратных жилья, а годовое задание составляло 485, то есть темп роста 102%. Как мы выглядим среди областей, то впереди нас только среди областей. Это Минская и Брестская области. Что достаточно высокий уровень и темпы развития в этом направлении. На этот год у нас стоит задача порядка 50 тысяч выполнить метров квадратных. Как объяснить тот факт, что квадратный метр в Петрикове стоит практически столько же, как более-менее усредненный в Гомеле? На этот год в Петрикове запланировано порядка 10 жилых домов. Заказчиком является ООО «Белая Русь Калий». Он потом в дальнейшем будет распределять это количество квартир среди своих работников. Значит, там, получается, уже идет улучшенная отделка, что уже увеличивает стоимость метра квадратного. То есть не самая скромная домашняя строится в Петрикове. И плюс еще, значит, в стоимость метра квадратного выходят внутриплощадочные сети, благоустройство. Это тоже все ложится на стоимость метра квадратного. Если, как вы говорите, сравнивать стоимость, получается, в Гомеле, допустим, мы строим высотные дома. Ну, к примеру, количество там 120 квартир, да? И распределить все вот эти вот затраты на 120 квартир. А в Петрикове строятся пятиэтажные дома. И тоже все эти затраты распределить, допустим, на 40 квартир. И вот оно так и получается в разнице. Ну, конечно, зависит все от конструктива. Если, допустим, в малых городах это мелкоштучные дома, то, в принципе, как в городе, традиционно строим крупнопанельное жилье. Еще одно направление для разговора – дорожная инфраструктура. Ей тоже в программе «Сильные регионы» уделено достаточно много внимания. Какие задачи ставите перед собой в этом году? В рамках реализации государственной программы «Дороги Белоруссии» на 2021-2025 годы на 2021 год запланировано практически 300 километров разных видов ремонта. Текущий, капитальный ремонт. Если разделить среди местных и республиканских дорог, то местные дороги – это где-то порядка 197 километров. И вот порядка 104 километров – это, получается, республиканские дороги. Плюс, значит, запланирован капитальный ремонт пяти мостов. Два из них уже с вводом в 2021 году, они переходящие объекты. На три уйдет разработка проектно-сметной документации. Надо быть реалистами. Понятное дело, что даже при большом желании и жителей области, и специалистов из самых разных сфер на все денег не хватит. И все-таки, какие объекты стратегического назначения в ближайшей перспективе, пусть и не в реальных планах на 2021-е? Без бюджетных средств не хватит на все наши желания удовлетворить потребности региона в целом. Но у нас сегодня сконцентрировано именно финансирование и направляется только на те объекты, которые, значит, вот я, в принципе, ранее называл, и которые именно строятся в рамках выделенного финансирования. В процессе года, в принципе, где-то, значит, ну, по каким-то отраслям идет недоосвоение, потом идет переброска денег, и мы тогда, значит, дополнительно еще что-то предусматриваем. Все равно в процессе года где-то идет какая-то корректировка. При строительстве крупных объектов, вот тот пример сбалансированной экономики, когда вводятся объекты, и вокруг него появляется и социальная сфера, и социальная инфраструктура. Получается, что, ну, у нас в последнее время есть некая экономия по строительству объектов, да, в результате там определенных проведения торгов, где-то на материалах, не есть некая экономия. И за счет этой некой экономии, да, мы дополнительно, получается, еще можем себе позволить где-то вот, может быть, какие-то небольшие объекты, либо добавить на ту же самую транспортную инфраструктуру для того, чтобы увеличить, вот, как я говорю, перечень 87, а может он будет и 95. Михаил Николаевич, близимся к завершению передачи. Говоря про сильные регионы, нельзя не обсудить тему роста заработной платы. Какие перспективы на 21-е и ближайшие годы по региону? Конечно, понятным для всех индикатором развития, который чувствует каждый житель, каждый работник, это уровень заработной платы. В 2020 год в среднем по региону у нас уровень сложился 1100 рублей. Так, это в целом по области, она варьируется в разных сферах и в разных регионах. Наша задача минимум, которую мы должны достичь в 2021 году, это рост не менее чем 107,3%. Поэтому вот в таких параметрах, с учетом соответствующего роста производительности труда, мы будем двигаться. Что влияет первостепенно на этот процесс? Только ли все зависит от желания государства увеличить среднюю заработную плату? Первое, это, конечно же, увеличение экспортных поставок. Это валютная выручка. Второе, чтобы я отметил, это снижение затрат на производстве. Третье, это рост производительности и сохранение рационального количества людей, которые задействованы на определенном производстве. Это тоже такого рода экономия. Ну и, конечно же, самое главное, это желание работать, желание зарабатывать и выпускать качественный продукт. Андрей Казимирович, Вы, наверное, когда встречаетесь с коллективами, даже там, где достойная сравнение с другими заработная плата, слышите закономерный вопрос. Да, неплохо, когда будет лучше? Я бы, наверное, немножко вот все-таки развил мысль Михаила Николаевича. Вопрос в том, что без достойной заработной платы нельзя иметь в своем коллективе сильных специалистов. Да, есть энтузиасты, но всеми-то кормить надо. На голом энтузиазме не сделаешь. Поэтому предприятие, если хочет быть конкурентно способным в том числе, ему необходим очень слаженный коллектив. Без коллектива это, конечно, красивое, современное, модернизированное, но жалкие же взяки. То есть многое зависит еще и от руководителя, только от желания сотрудников работать. Многое зависит от коллектива. Наверное, почти все зависит от коллектива. Поэтому здесь мы сами заинтересованы. Достойная зарплата, достойные работники, достойные продукты, которые мы выпускаем. Вот это очень все взаимосвязано. Итак, уважаемые гости, время программы подходит к завершению. По традиции у каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Дмитрий Владимирович. Слаженное действие в 2020 году органов управления, субъектов хозяйствования и банковского сектора позволили в Мозыре провести масштабную модернизацию, которая, как мне кажется, позволит выпускникам, молодым людям, как мазырянам, так и не мазырянам, приезжать в город, работать, растить детей, создавать семьи и жить и отдыхать. Сергей Николаевич. Ну, я хочу за строительный комплекс сказать. Значит, я считаю, что для строительного комплекса поставлены серьезные задачи на 2021 год. Все у нас для этого есть, для того, чтобы выполнить. Я считаю, что мы его не просто выполним, а еще и перевыполним. Сергей Казимирович. Я, наверное, уйду немножко от темы, послушав своих коллег. Я хочу сказать, что этот прошедший год, ну, нам всем помидали за то, что мы его пережили, но он показал, что настоящие, дастся хорошие, натуральные, молочные и мясные продукты, они и для здоровья полезны. Мы почувствовали по некоторым группам достаточно стабильный рост. Особенно в группе кисломолочной продукции, это кефиры, ряженки, сметаны. Их опять полюбила даже избалованная Москва, которая села на йогурты, соевые напитки, они опять вернулись к этому. Мясокомбинаты вернулись гостовским колбасам. Так что не здоровье подталкивает нас к здоровью. А для себя мы знаем, что наша продукция – это равно здоровье. Михаил Николаевич. Те успехи, те достижения, которые достиг наш регион, это, конечно же, вклад каждого жителя, каждого предприятия и каждого региона в общую копилку. Я бы хотел пожелать всем на старте года, который начинает пятилетку, всем плодотворной работы, выгодных контрактов, успехов в реализации планов и идей. Это вы к тому, что сильные регионы, многое здесь зависит от каждого из нас. Совершенно верно. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин